Как указал глава государства, одной из наиболее важных проблем является наркоторговля, в том числе с синтетическими наркотиками. Наркозависимость особенно быстро распространяется среди молодежи. Департаментом полиции проводятся мероприятия по предупреждению, пресечению, а также выявлению наркопреступлений. В соответствии с поручением главы государства утвержден комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы, главной задачей которой является объединение усилий максимального числа государственных и общественных институтов, противостояние наркопреступности и ее последствиям. За истекший период 2024 года сотрудниками нашего департамента выявлено 77 наркопронарушений, в 2023 году 63, справочно уголовных проступков 34, наркопреступлений 43, в том числе 36 фактов сбыта, 4 факта хранения в особо крупном размере, 1 факт пропаганды наркотических средств и 1 факт незаконной культивирования наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято более 17 килограмм различных наркотических средств и психоактивных веществ. К уголовной ответственности приличено 36 лиц. Особое внимание уделяется профилактике наркомании. Совместно с местными исполнительными органами организовывается проведение различных антинаркотических мероприятий. В текущем году проведено 266 профилактических мероприятий, акций, лекций, семинаров, различные спортивные и культурно-массовые мероприятия, которыми охвачено более 10 тысяч молодежи нашей области. Освещение результатов проводимой работы осуществляется в средствах массовой информации и на наших аккаунтах в социальных сетях, где у нас имеется более 20 тысяч подписчиков. Размещается информация о вреде употребления наркотиков, последствиях участия в незаконном обороте, задержании наркокурьеров и о способах вовлечения в данную преступную деятельность, а также вынесенных приговорах по оконченным уголовным делам. Кроме того, нашими специалистами ведется мониторинг интернет-пространства для выявления сайтов, блогов, рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. С начала года в системе Кибернадзор на блокировку направлено 36 ссылок про наркотического содержания. Преступления данной категории являются латентными, однако с каждым годом выявляется большее количество фактов. По сравнению с первым кварталом 2023 года в текущем отчетном периоде наблюдается рост регистрации наркопреступлений на 25,4%, то есть с 63 до 77 фактов. Работа подразделения с каждым годом масштабируется, в частности изъятие наркотических средств. К примеру, в 2023 году сотрудниками подразделения изъята самая крупная партия наркотических средств каннабисной группы около 500 кг. В текущем году за первый квартал из незаконного оборота изъято более 3 кг синтетических наркотиков, что практически идентично изъятию синтетики за весь 2023 год. В целях противодействия наркопреступности сотрудниками полиции используются современные аппаратные комплексы для проведения общих и специальных операций. Аргус, Айрис, Тритон, который позволяет устанавливать администраторов и пользователей наркосайтов, определять их местонахождение, собирать данные из открытых источников, составлять схему преступных связей. В ходе мониторинга интернет-пространства при установлении наркосайтов ссылки на них направляются для блокировки через систему «Кибернадзор». За 2024 год на блокировку направлено 35 наркосайтов, в 2023 году – 29. Положительные результаты выявления лиц, причастных к реализации наркотических средств, дает аналитическая работа с агентством по финансовому мониторингу в части отслеживания денежных операций. Также немаловажную роль играет тесное взаимодействие с населением. С начала 2024 года на территории области проведено три оперативно-профилактические мероприятия, в ходе которых изъяты крупные партии наркотических средств. К примеру, у жителей Аханинского района изъято более 8,5 кг марихуаны, а также причина деятельность трех каналов поставки синтетических наркотиков с города Алматы, Астана и Кокштау на территорию нашей области. В ходе проведения мероприятий изъято более 2 кг синтетических наркотиков. Особое внимание мы уделяем профилактике наркомании под угрозой генофонд нации «Будущее наших детей». В рамках комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом мы имеем большой медиаплан, который включает в себя не только информационно-профилактическую работу, но и большой части идеологическую превенционную работу. Я могу привести факты, как я говорил ранее, только за текущий год нами проведено 266 различных профилактических мероприятий. Второе – это широкомасштабные культурно-массовые мероприятия. К примеру, с начала года мы организовали три концерта под эгидой «Молодежь Казахстана за будущее без наркотиков». Зрителями стали свыше 2000 учащихся колледжей и школ в нашей области. Концерт включал в себя выступления молодых творческих коллективов, служебно-радостных собак, спортсменов. Также мы демонстрируем спектакль, подготовленный инициативной группой студентов Козыбаев университета. Молодые и талантливые актеры подробно показывают погружение наркоманов на дно жизни. Данное мероприятие проводится не только в областном центре, а также и в районах нашей области. Наркоприступность молодеет. С каждым годом все больше и больше молодых людей становится жертвами наркотической зависимости и вовлекается в цепь наркозбыта. Сегодня весь мир сталкивается с этой проблемой. И не только совместными усилиями всех членов общества мы сможем сдержать распространение наркотиков и спасти тысячи молодых жизней. Пользуясь случаем, обращаюсь к зрителям и призываю поддерживать проведение антинаркотических мероприятий, поскольку они имеют огромное значение для формирования здорового образа жизни нашего подрастающего поколения. Вместе мы сможем сделать наш регион безопаснее и защитить общество от опасности, связанной с наркоманией.